Приветствую вас. Вообще очень похоже на то, что вы просто вбегаете к любимому в отношения с ним. Очень похоже, что вы просто избегаете проблем, не хотите решать твои проблемы. Вот, проблемы со родителями, с дочерью. Вот, и, соответственно, любимый здесь является каким-то вроде средством для вас. И это, конечно, не очень хорошо, потому что, ну, получается, человека вы в какой-то степени используете. Хотя вы, безусловно, этого не хотите, я вам верю, я верю, что вы не хотите, я верю в то, что вы испытываете к нему чувства. Вот, но эти чувства, они, по всей видимости, усилены именно тем, что у вас не вкладывается дочь или с родителями. Вот, и вы, вот, нерешенность проблем, да, этих пытаетесь компенсировать на счет любимого человека. Смотрите, ваш мужчина, он такой, такой, достаточно неуверенный к себе человек, к сожалению. Вот, ваш мужчина, он такой, достаточно неуверенный к себе, объективный человек, да, тут видно, что он склонен к таким сомнениям. Я это просто чисто по физиогномски вижу, то есть мне, ну, я не эдотерик, да, я не гадаю, не занимаюсь гаданием, вот, но я вижу это, по его фотографии я вижу, а вы, напротив, такая бойкая, такая вот активная очень, вот, и самая вероятность, что вы его, вот, в какой-то степени подавляете. Вот, если это шаг, то подавлять его стоит меньше, как минимум, то есть больше стараемся, да, стараемся давать ему какую-то свободу, вот, больше стараемся, ну, больше стараемся в него ответственность, в его ответственность уверять какие-то, ну, какие-то действия, какие-то решения, чтобы он чувствовал свою ответственность лучше, чтобы он чувствовал, что вы на него полагаете, чтобы он чувствовал себя мужчиной, вот, чтобы отношения, в том числе, складывались так, как хочет он, а не так, как хотите, хотите вы, вот. Ну, а вам, в свою очередь, очень желательно разобраться тем, почему вы хотите быть с ним, почему вы хотите быть с ним, вот, прям, настолько сильно, что, грубо говоря, ну, грубо говоря, написали сюда, на ресурсы, на нас, так вот, почему вы настолько сильно хотите быть с ним. Вот, то есть, вы мне нужда, это, получается, ну, вот, опять же, с точки зрения психологии, да, можно и нужно поисследовать, да, в чем конкретно, в чем конкретно вы мне нужда, это и почему, вот, насколько это нужда является проявлением любви, насколько это нужда проявляет, ну, и является любовь, любовь, то есть, я не говорю, что это не любовь, я не говорю, что вы его не любите обязательно, я этого не хочу ни в коем случае сказать, я говорю немножко о других вещах, я говорю все-таки о том, насколько, насколько вы агентичны в своем восприятии, человеку, вот, я, пожалуйста, вот, только об этом, пожалуйста, я, пожалуйста, только об этом, хочу сказать, вам, вам, образовник от этого, вот, и, соответственно, в этом направлении я рекомендовал бы вам двигаться, вот, также не очень понятно, какую ситуацию, и как вы хотите меня, то есть, если вы хотите, например, заставить мужчину быть с вами, да, если вы, ну, если вы хотите именно, вот, если вы хотите заставить мужчину быть с вами, вот, то вам в таком случае нужно, опять же, сделать так, чтобы у него была матерация, а если вы хотите сделать так, чтобы у него была матерация, то вам нужно дать то, что ему нужно, то, что он хочет, не то, что вы хотите, то, что он хочет, вот, а для того, чтобы понять, что хочет, нужно прислушиваться к человеку, он именно вот подслушивает, он старался, старался подслушивать к человеку, к тому, что он говорит. Не к тому, что вы хотите, а именно к тому, что говорит сам человек. Это очень важно для вас. Если вы будете так поступать, то вы услышите своего машину, и у вас появится реальная возможность расположить его к себе. Ещё раз повторил, на всякий случай. Реальная возможность, то есть именно возможность, не гарантия. Это очень важный момент. Не гарантия, а именно возможность. То есть только шанс. Вы получите шанс расположить человек. Вот. И вы получите шанс выстраивать снимать машину. Вот. Опять же, у его нерешительности есть какие-то причины. Есть какие-то причины. Или, у его нерешительности есть какие-то основания. И очень здорово будет, если вы эти основания поймёте. Если вы по каждой мужчине, что они, эти основания, не являются истинными. Что они ложные. Что они неправильные. Что они некорректные. Что их на самом деле нет. Что на самом деле ситуация совсем по-другому складывается. Вот. Вот в этом случае вы можете опять же своего мужчину, как бы, расположить в большей степени к себе. К себе. Вот. Но следует иметь в виду, что если человек не уверен в себе сейчас, то он, скорее всего, будет не уверен в себе. И вам придётся как-то с этим мириться. Вам придётся как-то с этим жить. То есть вы либо будете вырабатывать своё отношение к этому. Вот. Либо вы примите это, чтобы состоится. Либо вы это примите. Либо нет. Либо вы не будете это принимать. И тогда, возможно, вам просто не по пути будет. Вот. Вот так вот, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Как бы, больше информации вы не предоставили. Именно больше информации нет. И, возможно, вы обращаетесь к экзотерикам. Да, поскольку вопрос поправлен в раздел психологии, да, такой, то я вот думаю, что, ну, вам будет полезно узнать, как на это смотрят профессиональную психотерапию. Вот. Вот. Может быть, не случайно вы задали свой вопрос в раздел психологии, а не ДТРК. А, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Вот. Я желаю вам всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Мудрости вам. И всё. Спасибо.